Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной в студии Светланы Теплухина и сегодня в выпуске. Зареченцы присоединились к всероссийскому экологическому субботнику и привели в порядок территорий у двух городских проходных. Здесь очень много гостей, много ожидающих, мусора много, а эти территории КБУ просто не в состоянии убрать, поэтому мы оказываем им посильную помощь. Науке все возрасты покорны. В Заречном завершился научно-практический марафон школьников. Это купюшеками, один из разновидностей флексагонов. Его можно раскладывать бесконечно, но в моем случае он используется для повторения правил по разделам математики. И далее обо всем подробнее. Одним из вопросов, рассмотренных межведомственной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Заречном, стала организация движения на улицах города. В частности, размещение пешеходных переходов. Каких изменений ждать горожанам, расскажет Наталья Елистратова. На центральной улице Заречного уменьшится количество пешеходных переходов. Такое решение было принято на заседание межведомственной комиссии по организации безопасности дорожного движения. Разметку на улице Ленина напротив магазина «Ветеран» уже начали убирать. Там у нас в ближайшее время будет строиться въезд на территорию магазина. Остановку уже перенесли в ту сторону. Еще одна зебра, которая попала под сокращение, находится напротив дома номер 21 по улице Ленина. По нормативам, расстояние между пешеходными переходами в населенных пунктах должно быть 200 метров. В данном случае это условие не выполняется. У нас в ту сторону 25 метров до пешеходного перехода и в ту сторону 25 метров до пешеходного перехода. Единственное, если мы этот пешеходный переход убираем, то сразу просьба к КПУ поставить там какое-то ограждение, чтобы люди первое время привыкли, что там пешеходного перехода нет. Также на заседании комиссии по безопасности дорожного движения было рассмотрено обращение жителя Заречного, который просил спилить ели, растущие вдоль дороги у дома 29 по улице Ленина. В письме мужчина указал, что из-за деревьев автомобилистам не всегда видно пешеходов, которые выходят на проезжую часть. В этом случае участники совещания решили не принимать кардинальных мер. Ели оставят, но уберут нижние ветви. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцы представили Пензенскую область на международной выставке-форуме «Экотех». Это своеобразная витрина передовых экологических технологий и площадка для обмена опытом по их развитию. На выставке зареченцы встретились с представителями Воронежской области, давними друзьями и партнерами по организации городских фестивалей садов и цветов и подтвердили договоренность о продолжении сотрудничества. Кроме того, участники нашей делегации рассказали об экологических проектах в Заречном, выступили на стенде реализуемого «Единой Россией» проекта «Экология России» и приняли участие в круглом столе «Роль культуры» как проводника экологических инноваций. Итоги форума в материале Ксения Тризная. Селективный метод сбора отходов – новая экологическая политика, разработанная в рамках реализации приоритета «Экогород» в стратегии развития Заречного. Об этом рассказали зареченские экологи на международном форуме «Экотех» в Москве. Сотрудники управления природными ресурсами поделились инновационным опытом работы с населением. Мы единственный регион, который говорит о том, что у нас нет проблемы со сбором ртуть, содержащих отходов, относящихся к первому классу опасности, то есть чрезвычайно опасному отходу. У нас полностью решена проблема со сбором элементов питания, чего нет в других городах. Этот вопрос экологам удалось решить в тесном сотрудничестве с Департаментом образования. Специалисты управления природными ресурсами работали с детьми в школах и детских садах. Рассказывали им о правилах утилизации батареек и ртуть, содержащих отходов. Если кинуть батарейку на землю, батарейка начнет разглагаться. И все вредные вещества, которые были внутри батарейки, будут идти вниз. Потом они попадут в воду, которая находится под землей. Эту воду добывают люди, и ей питаются растения. Своими знаниями дети щедро делятся со взрослыми. Круглый год на улицах Заречного высаживается экологический десант. Дети раздают листовки, рассказывают прохожим на улицах о селективном сборе отходов, о правилах поведения при встрече с лосями. В честь неофициального символа нашего города уже несколько лет подряд в Заречном организуют экологические праздники. Презентация зареченских разработок вызвала резонанс на московском форуме. Мы встретились с достаточно известными людьми, например, с Ариной Шараповой, телеведущей Первого канала, которая сейчас занимается также просвещением подрастающего поколения. Поделились своими наработками, увидели интерес. На достигнутом зареченские экологи останавливаться не собираются. В ближайшее время методика раздельного сбора мусора выйдет на новый уровень. В Заречном появится новая транспортная компания, которая специализируется на вывозе отходов. Уже намечены встречи со старшими домов, которые будут совместно с представителем этой компании транспортной по сбору отходов заниматься усовершенствованием самой системы сбора. То есть, чтобы селективный метод сбора отходов получил еще, скажем так, лучший результат. Управление природными ресурсами продолжит заниматься и просветительской деятельностью. В планах выпустить новые буклеты и пособия о природе Заречного. Набрать материал и разработать общую концепцию экологам помогут воспитанники городских учреждений образования. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, Телерадио, компания «Заречный». В пятницу утром в городе началась большая генеральная уборка. «Заречный» включился во всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2016». Участники акций трудились на участках, относящихся к их предприятиям и учреждениям. Убирали и другие городские территории, в том числе рядом с зонами отдыха и лесными массивами. Кроме того, в ходе субботника привели в порядок и участки замонтажной проходной и проходной АЭМ. Трудовой энтузиазм горожан запечатлела наша съемочная группа. «Заречный» присоединился к ежегодной всероссийской акции «Зеленая весна-2016». На уборку мусора вышли работники всех предприятий и учреждений города. Две больших группы активистов наводили порядок за пятым и одиннадцатым КПП. Это у нас уже как традиция, из года в год мы здесь убираемся. Как правило, эти территории, они всегда грязные. Здесь очень много гостей, много ожидающих, мусора много, а эти территории КПП просто не в состоянии убрать. Поэтому мы оказываем им посильную помощь. Лесной массив перед Заречным приводили в порядок несколько часов. Отсюда вывезли десятки мешков с мусором. Наш город настолько чистый и, конечно же, за территорию города Заречного. Я считаю, что это тоже нужно делать, так как не ронять планку нашего города. В акции «Зеленая весна-2016» в Заречном вместе с работниками городских предприятий и организаций приняли участие сотрудники муниципалитета, собрания представителей и глава города Олег Климанов. Они разбирали горы мусора в лесном массиве напротив пожарной части номер один. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». В преддверии одного из главных для нашей страны праздников – Дня Победы зареченцы навели порядок и на местах захоронений горожан-ветеранов Великой Отечественной войны. Акция «Мы помним ваши имена» уже в четвертый раз собирает людей разных поколений. И для детей, и для взрослых это становится данью уважения и памяти тем, кто завоевал для нас мирную жизнь. Студенты Зареченского технологического института, школьники, сотрудники комбината благоустройства, Дворца культуры «Современник» и специалисты управления природными ресурсами решили привести в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Цель данного мероприятия, так как это является муниципальное кладбище своими силами, мы стараемся как-то помочь и, соответственно, убрать, привести в территорию кладбище в надлежащее санитарное состояние. Акцию «Мы помним ваши имена» в Заречном проводят уже четвертый год. И с каждым разом участников становится все больше. С каждым годом к нам все больше и больше подключается народ, для того, чтобы привести в порядок захоронение ветеранов Великой Отечественной войны, те, которые остались брошены. Студенты Зареченского технологического института постоянно участвуют в акции «Мы помним ваши имена». Юноши убирали крупногабаритный мусор, девушки подметали дорожки и убирали листву с могил ветеранов. Безусловно, эта акция очень нужна. Она помогает всему городу заботиться о кладбище. Мы помогаем делать лучше его. Вот женщины, они ушли помогать убирать могилы. А мы помогаем им территорию расчищать, чтобы лучше ездилось. Ну что вообще ходили здесь? За один день участники акции привели в порядок 17 могил ветеранов Великой Отечественной войны. И такая работа в Заречном будет продолжена. Дмитрий Балясников, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Радио «Заречный» продолжает мемориальную акцию «Георгиевская ленточка». Девятый год, в канун Дня Победы, диджей и редакторы родного радио раздают Зареченцам символы мужества русских воинов. И с года в год горожан, желающих присоединиться к акции памяти, становится все больше. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вот для чего вы берете эту ленточку? Ну мы память о погибших, поэтому считаем, что это очень важно. Мы солидарны с этим. А где вы ее разместите? Мы будем носить вот здесь вот на груди, чтобы всем было видно. Только так, на левой стороне груди, у сердца должна носиться георгиевская ленточка. Этот символ берет свое начало от Георгиевского креста, знака отличия военного ордена, высшей награды для солдат и унтер-офицеров русской армии. Он вручался за боевые заслуги и храбрость, проявленную против неприятеля. В годы Великой Отечественной двухцветная черно-оранжевая лента стала элементом солдатского ордена славы и медали за победу над Германией. Георгиевская лента – это многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского воина на полях сражений в кровавых рукопашных мясорубках. Это элемент награды, за которую многие разменивали собственную жизнь. В год празднования шестидесятилетия победы над фашистской Германией в России стартовала общественная акция по раздаче символических ленточек, окрашенных в черно-оранжевые цвета. Вскоре инициативу подхватило и радио Заречного. Для нас, для всех, георгиевская ленточка – это в первую очередь многовековой символ, который олицетворяет подвиг русского воина. Это для нас символ памяти. Это дань уважения поколению и, конечно же, поколению, победившему в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Поэтому мы очень надеемся, что все те люди, которые подходят и подъезжают к нам, они также придерживаются того же мнения. И для них это тоже не просто кусок материи, а тоже символ, который сейчас, вот в свете последних событий, он вообще большое значение, он уже и такой патриотический своеобразный символ стал россиян, объединяющих россиян. Все, кто вплетает георгиевские ленточки в волосы, обвешиваются ими, как майское дерево, обматывает ими номерные знаки, дворники, зеркала и даже колесные диски машин. Подумайте, что значили подобные ленты для георгиевских кавалеров Первой мировой и кавалеров Ордена Славы Великой Отечественной. Не глумитесь над памятью солдат, давших вам жизнь. Вспомните кодекс георгиевской ленточки, где говорится, что этот символ выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта, всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Маслик. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, для вас лично этот символ что-то означает? Конечно. Что? Память наших отцов и дедов. В любом случае, это память наших предков, которые дали возможность нам жить. Это гордость за свою страну, за дедов. Это, во-первых, память, прежде всего, для нас. Это для нас очень важный символ победы над врагом. Мы хотим, чтобы и наши дети знали, что мы победили в этой войне, что она была тяжелой, но все-таки мы смогли одолеть врага, и что нам нужна честь и отвага. Это символ этой чести и отваги. Георгиевская ленточка. Память. Спасибо вам за акцию. Память о подвигах. Да, это для нас и для наших детей. Чтобы мои дети помнили, я повяжу сыну, чтобы он гордился нашими предками. До дня празднования 71-й годовщины Великой Победы радио «Заречное» продолжит акцию «Георгиевская ленточка». Родное радио приглашает принять в ней участие всех, кто помнит, кто гордится. Наша акция продлится до 9 мая. Раздавать мы будем ленточки по будням, за исключением выходных дней. А время старта нашей акции, время раздачи, наши радиослушатели могут узнать из выпуска новостей в 11-16 часов на волне 103.3 FM. Потомки воинов-освободителей, наследники Великой Победы, прикрепите георгиевскую ленточку на груди у сердца. И пусть те, кто умирал за вас под Москвой и Сталинградом, горел в танке на Курской дуге, шептал «Мама, истекая кровью на улицах Берлина», видят. Мы помним, мы гордимся. И к другим темам. В городской администрации прошло очередное заседание инвестиционного совета. Рассматривался вопрос внедрения муниципального инвестиционного стандарта второго этапа. Из 17 разделов, которые от нас требуют внедрить муниципальный инвестиционный стандарт, мы сегодня рассматривали заключительно 7 разделов. По первым двум заседаниям мы внедряли 10 разделов данного стандарта. Мы получили качественную оценку максимальную. На текущем совещании мы предварительно не знаем, какая будет величина. Скорее всего, также будет максимальная качественная оценка этого стандарта. 18 мая начинается защита внедрения муниципальных инвестиционных стандартов на уровне области, где результаты своей деятельности по внедрению инвестиционного стандарта второго этапа представят городские округа муниципального образования. От гипотезы до открытия научные исследования в разных областях знаний представили ученики третьих, четвертых и пятых классов. Несмотря на юный возраст, ребята продемонстрировали умение выдвигать предположения, проводить эксперименты, собирать и обобщать материал и делать выводы. С научно-практического марафона младших школьников репортаж Натальи Елистратовой. Зареченские младшеклассники попробовали себя в роли ученых. Ребята провели множество исследований по интересующим их темам. Своими выводами они поделились на научно-практической конференции. Причем ребята не просто зачитывали доклады, они защищали свои работы, отвечая на вопросы членов конкурсной комиссии. Конечно нельзя сказать, что ребенок младший школьного возраста или пятиклассник, они в полном виде смогут представить исследование, научное исследование. Их задача пройти по этапам, которые проходит каждый ученый, каждый человек, который пытается открыть что-то новое. Научиться выдвигать гипотезу, отбирать материал, выстраивать его в соответствии со всеми компонентами исследовательской деятельности. И вот это самое главное, чтобы все эти компоненты они попробовали уже в практике. Ученица 4 класса 225 школы Варвара Боярова решила посвятить свою научную работу родному городу. Она выясняла, где в Заречном можно раскрыть талант. Девочка изучила деятельность всех учреждений дополнительного образования. Результаты школьница оформила в брошюру, которая может применяться как путеводитель по кружкам и секциям города. Когда я была в лагере, мы ходили в разные кружки. И нам там рассказывали о всех неподробно. Я хотела знать все это подробнее. Третьеклассница 226 школы София Курносова для научно-практической конференции создавала волшебные цветы. Юная ученая раскрашивала розы, хризантемы и гвоздики во все цвета радуги. Причем делала это без использования кисти и карандашей. Нужно добавить пищевой краситель, который будет полностью растворяться в воде, в воду комнатной температуры и поставить туда цветок. Конечно, цветок весь полностью совсем не окрасится, но будут видны результаты. Например, голубого цвета. Владислав Черников учится в пятом классе 218 школы. Мальчик интересуется точными науками и очень любит математику. Школьник разработал особую шпаргалку, где разместил правила и формулы. Это куб юшиками, один из разновидностей флексогонов. Его можно раскладывать бесконечно. Но в моем случае он используется для повторения правил по разделу математики. Он работает просто. Его необходимо просто взять и разложить. Легко и просто. Он делает буквально все сам за вас. То есть достаточно просто взять, развернуть. Он вот так вот. Вот эти две пары скидывает вниз. Вы их просто прижимаете и раскладываете. На научно-практической конференции было представлено 60 докладов в 14 секциях. Это только первые шаги малышеклассников в науку. И совсем не значит, что все они станут великими учеными. Но исследовательский опыт наверняка пригодится ребятам для достижения хороших результатов в учебе. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Научную деятельность зареченских школьников обсудим сегодня с начальником отдела общего образования Департамента образования города Заречного Светланой Чернышовой. Встреча с гостьей студии сразу после рекламы. Ну а мы пока продолжим выпуск. В Заречном завершился городской этап военно-патриотической игры «Орленок». В состязаниях принимали участие 8 школьных команд. На протяжении трех дней ребята показывали свое мастерство в разных дисциплинах. Снайпер, разборка и сборка автомата, медицинская помощь, метание гранаты, правила дорожного движения, пожарная эстафета, строевая подготовка, творческий конкурс и многое другое. Больше всего наград завоевала 225-я школа. Она и стала победителем в общем зачете. На церемонии подведения итогов также были отмечены победители в личных зачетах. Теперь из лучших участников военно-патриотической игры будет сформирована одна команда для выступления на областном этапе игры «Орленок». Я думаю, дети всю ответственность чувствуют. Тут довольно-таки беспристрастно все. Справедливо судили. Видно, видно, что стараются, да, стараются произойти свой результат, возможно, который был поставлен на тренировках. Их предназначение – охранять и спасать. Их миссия – первыми идти в огонь и укращать грозную стихию. В субботу, 30 апреля, свой профессиональный праздник отметят представители одной из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарной охраны. В канун знаменательной даты виновники торжества принимали поздравления. Все это оборудование ветерану пожарной охраны Нине Блинковой хорошо знакомо. Точно такие же аппараты были в диспетчерской пожарной части номер 5, где Нина Ивановна проработала более 12 лет. Своё первое дежурство она помнит, как будто это было вчера. Волновалась. И когда поступил сигнал, что загорание в лесном массиве, я сразу нажал сигнал и выслал пожарную машину. Даже, как говорится, там ни консультации, никаких, ничего. Мне казалось, раз горит лес, нужно сразу ехать в туши. 30 апреля в России – день пожарной охраны. В канун профессионального праздника Нине Блинковой вручили медаль МЧС маршал Василий Чуйков. Поздравления принимали и другие ветераны, действующие сотрудники МЧС и те, кто занимается пропагандой пожарного дела. В этом году церемония награждения приурочена к нескольким датам. 29 апреля – это день памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей. И, как вы знаете, буквально три дня назад мы отмечали с вами 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС, где первыми были, как говорится, пожарные наши, кто тушил это пламя на четвертом энергоблоке. На торжественном собрании вручили также памятные медали «25 лет МЧС России» и «365 лет пожарной охране». В канун Дня пожарной охраны награды получили около 70 человек. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио «Компания «Заречный». Через несколько минут мы продолжим разговор о научной деятельности зареченских школьников. Встречаемся после рекламы. Проверка безопасности атомных грузов. Атомный квест Люди. Клад отрасли. Смотрите в среду в 20.00. Качественные пластиковые окна. Надежные стальные двери. Модные натяжные потолки. Высокотехнологичные кондиционеры. Вертикальные горизонтальные жалюзи. С «Компанией Римстрой». Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского приборного завода «Алмак». Дарим скидку к дачному сезону. Только до 30 апреля купите «Алмак» со скидкой в аптеках «Фармтрейд», Центральной аптеке и аптеке на Ленина 58А. Субтитры подогнал «Симон» Купить или продать квартиру, узнать подробности о компании-застройщике или найти подходящий вариант – можно в одном месте. Зайди на «Город Z». Сотни предложений, вторичное жилье и квартиры в новостройках. Добавь свое объявление совершенно бесплатно. Решить квартирный вопрос просто. Просто зайди на «Город Z». Новости на канале «Заречный» продолжаются встречи с гостем. Сегодня у нас в студии начальник отдела общего образования Департамента образования города Заречного Светлана Чернышева. Добрый вечер, Светлана Витальевна. Итак, Светлана Витальевна, мы с вами обсуждаем итоги научно-практического марафона, завершившегося сегодня, марафона школьного. Каковы самые главные итоги, сколько победителей, сколько призеров, ну и самое главное, ваши впечатления от того, что совершилось сегодня? Всего у нас в этом году в марафоне приняло участие 137 школьников. Марафон у нас длился в течение трех месяцев. С февраля это первый этап марафона, где участвовали старшеклассники. Второй этап марафона был в марте, там принимали участие ученики из шестых, восьмых классов. И прошел у нас марафон, заключительный этап марафона, это третий этап, где свои работы представляли самые маленькие участники, это ученики третьих, пятых классов. Из всего количества участников, 80% у нас победителей и призеров. Светлана Витальевна, каждый марафон, марафон проходит в этом году уже в девятый раз, и, наверное, каждый чем-то отличается от другого, в каждом появляются какие-то новшества. Вот в чем отличие марафона этого года? Да. Давно у нас как бы витала идея от того, что как-то обозначить те работы, которые непосредственно связаны с развитием города, с будущим города. И такая возможность представилась как раз вот именно на третьем этапе нашей малышковой конференции, когда мы наградили ребят за использование идеи, стратегии развития нашего города. Это были работы, которые непосредственно, ну вот, действительно связаны с городом, которые ребят интересуют. Это и проблема сбора мусора, это и проблема, какой школа должна быть в будущем. Кроме этого, это научно-производственный кластер, который у нас есть, где ребята описывали какие-то опыты, эксперименты, которые необходимы для того, чтобы нашим ребятам стать умнее, лучше и полюбить такие науки, как физика, химия, биология. Раз уж мы с вами затронули темы работ наших юных ученых, вот насколько они приближены к жизни или они все-таки более научные темы? Вот какие темы выбирают ребята? Так как наш марафон научно-практический, то очень большое количество работ имеет практически прикладной характер. И ребята изучают то, что непосредственно видят в своей жизни. Малыши изучают кроликов, кошек, есть ли мода на кошек в Заречном, какие карма нужно использовать, чтобы кошка была самой красивой. Старшеклассников интересуют также темы, которые приближены к их повседневной жизни. Это, к примеру, на экзамен с радостью. И вопрос – это как? То есть здесь уже непосредственно ребята разбираются, как пойти на экзамен и не испугаться на нем. Кроме этого, как облегчить жизнь пользователю каких-то компьютерных программ, как выбрать компьютер правильно, чтобы он работал как можно дольше. То есть, в принципе, вот тот практический прикладной характер, который носит работы, он действительно интересен. На втором этапе были работы, связанные в секции математика, связанные с быстрым счетом, который может также пригодиться на экзамене. Но помимо такого характера работ, были работы, связанные еще с культурой нашего города. То есть, куда можно пойти за дополнительным образованием в Заречном, как раскрыть свои таланты, есть ли будущая библиотека в городе. Ну и вот уж такое совсем математическое построение в танце. То есть, разноплановая работа математика и танец, но все структурировано, члены жюри все поняли и действительно пришли к выводу, что да, математика есть в танце. Если говорить о жюри, вот на уровне статус любой конференции, любого вот такого форума, да, оно определяется в том числе и тем, кто оценивает работы. Вот здесь как дело обстоит? На каждом этапе марафона у нас разные представители в экспертных советах. На первом этапе для старшеклассников мы приглашаем представителей вузов, пензы. Кроме этого, у нас присутствуют в экспертных советах представители ПО «Старт», представители других организаций города по той или иной тематике. На втором этапе марафона это директора школ, учителя высшей категории, руководители городских методических объединений, учителей, заместители директоров. И на третьем этапе, где самые маленькие наши участники соревнуются, там жюри состоит из учителей начальных классов, учителей-предметников основной старшей школы и, конечно, тоже из заместителей директоров. Работа вот над такими темами, над такими научными исследованиями, она все-таки достаточно серьезная, кропотливая, затнимает много времени. Да, это интересно, но помимо интереса, что это дает школьникам, участникам вот таких марафонов? Кроме того, что они получают новые знания сами, они могут этими знаниями поделиться в классе, в школе и так далее. Но еще, кроме вот этих знаний, они получают навыки работы с презентацией, навыки ответов на вопросы. То есть здесь развиваются коммуникативные компетенции школьников. И для того, чтобы успешно окончить школу, если мы придем вот только к государственному федеральному стандарту старшей школы, там ученики должны сделать свой проект индивидуальный на выпуске. Поэтому с самого раннего школьного возраста можно к этому подготовиться. Кроме этого, можно собрать себе портфолио для более успешного поступления в ВУЗ. Потому что наши школьники участвуют не только в городских научно-практических конференциях, в марафоне, но и едут на область и на Россию, занимая там призовые места. Кроме этого, у нас есть школьники, которые участвуют и уже в международных конференциях, и тоже становятся там победителями и призерами. Так что это, в общем-то, первая ступенька, городской марафон. Да, городской марафон, да, первая ступенька, а дальше уже желание самого ребенка пойти дальше. Так что, дорогие школьники и их родители, обратите на это внимание после школьных каникул. Есть пока время на каникулах обдумать и заявиться на следующий учебник. Да, в течение года учебного следующего подготовить работу и прийти на наш научно-практический марафон. Спасибо огромное, Светлана Витальевна. Я напоминаю, что у нас была в гостях начальник отдела общего образования, департамент образования, Светлана Витальевна Чернышева. И это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречный. Хороших вам новостей. Нужны деньги? Скорая финансовая помощь. Сумма займа до 30 тысяч рублей. Льготы для пенсионеров и специальные предложения для заводчан. Скорая финансовая помощь. Звони 8 800 505 5003. Наш адрес в Заречном, улице Строителей, 11А, бывший магазин «Рябинушка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова